всем большой привет рада вас видеть у себя на канале июнь месяц практически подошел к своему завершению ну а я спешу снять отчетное видео за этот месяц показать какие у меня итоги какие успехи и вообще чем я занималась ну и хочу начать в первую очередь с готовых работ готовая работа у только одна она перед вами и это мой ветер моя подушка которую я вышивала по набору фирмы панна данный дизайн я начала вышивать год назад в таком движении как апрель месяц стартов и немножко этом надкусила было вышло буквально совсем чуть-чуть каких-то крестиков и работа отложилась на целый год в этом году я нашла в себе силы даже не сила просто пришло вдохновение скажем так я взяла за нее и как только взялась оторваться больше не могла нам не знаете вот летела просто на таком вдохновении летела так отшивалась быстро как никогда и мне очень-очень понравился этот результат итог мне очень нравится все ярко красиво я конечно снимала видео подробно все все рассказывала по каким-то нюансам в отшиве этой работой если вам интересно ссылочку я оставлю можете зайти посмотреть покажу немножко с близкого расстояния еще раз посмотрите мне крестики здесь красивые завитушки яркие яркие цвета мне очень нравится я довольна тем что получилось пока не знаю как буду оформлять то ли это будет действительно подушка или может быть это будет картина когда вы еще все тогда я уже буду определяться ну а пока эта работа отправляется к остальным отшитым работам в рулончик немножко она подождет своего часа и мы потом ее обязательно увидим в каком-то оформлении то ли картина то ли подушка ну и перейдем к текущим процессом первую очередь хочу показать как продвинулся мой огонь перед вами обложка то что у меня должно получиться яркие ниточки и мои первые продвижения но здесь у меня очень хорошее продвижение много я отшила здесь примерно ну тысячи наверно две с половиной крестиков и вот вы знаете в начале я когда приступила этой работе я думала что я буду вышивать ее тоже очень очень быстро как мой ветер то есть здесь будет идти вышивка какими-то крестики крупками но не тут то было я вначале так разогналась вначале идет очень часто смена нитки буквально вот два три крестика 4 5 6 7 крестиков и меняется ниточка вот здесь вот такие вот переходы в пламени поэтому процесс шел медленно и меня это немножко вначале расстроило потому что я так себя настроила что я буду быстро вышивать а здесь процесс пошел медленно но я расслабилась решила себя так сказать не подгонять и потихонечку идти по схеме вышивать слой за слоем не спешить и получать просто удовольствие от процесса ну в общем то так у меня и получилось и когда отшился уже вот этот весь кусок стали видны вот эти языки пламени и такие пламенные спирали яркие яркие эти краски хотя еще нет бэкстича но уже видно что работа будет такая вот очень насыщенная ярче чем на обложке вот и здесь я тоже сравниваю обложку и видно что скорее всего эту обложку тоже обработали в типографии поэтому работа будет еще насыщеннее но в данном случае здесь это приветствуется будет еще круче смотреться вот пока все идет хорошо гладко приятно и я надеюсь что буду продолжать в таком же темпе отшивать эту работу ну и буду конечно же делиться с вами промежуточными отчетами моими продвижениями показывать рассказывать как идет и что у меня получается вот но на данном этапе все очень хорошо работа стоит на станочке я ее никуда не передвигая ничего не представляю занимаюсь этим процессом он меня основной но в этом месяце у меня есть и другие процессы которых я вспомнила и мне захотелось к ним вернуться давайте я вам сейчас все покажу чем я еще занималась в этом месяце и так следующий мой текущий процесс это опять же процесс из движения апрель месяц стартов в прошлом году я начал много разных дизайнов наборов повышевала по чуть-чуть и отложила и вот какие-то из этих дизайнов я уже вышла закончила ступочка уменьшается а какие-то еще в общем-то ждут своего своей очереди и вот недавно кто-то из девочек снимая видео упомянул о том что он начался второй сезон совместного проекта мечтаю о сэмплере 2 и я сразу же вспомнила о том что у меня тоже же есть сэмплер начатый и я давно мечтаю к нему вернуться но вот все как у всех да что уж говорить решил я воспользоваться этим совместным проектом записалась к девочкам и приступила напомню это дизайн от анкор это эксклюзивный был проект для журнала по-моему вышиваю крестиком за 2010 год вот честно не помню никаких координат я нашла схему в интернете просто случайно мне попалась я ее скачала долго лет она у меня хранилась потом я ее вот в апреле месяца стартов начала немножко повышевала отложила и вот когда я показывала девочкам подготовку мне тоже прислали схему и рассказали какой-то был журнал в общем схемка у меня есть даже в двух вариантах черно-белая цветная но она очень-очень мелкая очень мелкая я пыталась увеличить увеличению на не поддается значки расплываются и не видно точно какой значок ну и приходится вышивать вот по мелкой по мелкой такой схеме сама схема она не сложная по своему содержанию но сложная из-за того что плохо видны значки значки они прячутся за бэкстич чем они нечетки и мне приходится буквально даже с лупой сидеть и разбираться где какой значок чтобы дальше можно было вышивать ну даже вот с такими со всеми сложностями которые связаны с этой схемой у меня есть все таки продвижение и вы видите что у меня готов человек у меня практически готова лошадка пока она без головы ну и конечно же меня ждет сложнейший бэкстич который здесь и цветной и его очень-очень много везде лошадки в траве и то есть меня ждет очень большой объем работы но я ее вышиваю эту работу не каждый день иногда мне хочется повышевать что-то на равномерной основе вот этими ниточками я переключаюсь на этот процесс на этот мой сэмплер напомню что по материалам да здесь у меня основа кашель цвайгард по-моему 36 нет 32 нет должен соответствовать 14 каунту 28 наверно кашель вот уже не помню давно уже коробочку я выбросила и не оставила здесь себе пометок ну в общем это кашель это я точно помню мне понравилось что здесь переплетение такие грубые как раз сюжет деревенский и мне кажется очень хорошо подходит к данному сюжету обязательно края основы я обрабатываю лаком для ногтей чтобы не осыпались вы видите вот тоже да были такие посылы к осыпанию я старей скорее все обработала и натянула на вот такие вот пяльца это самый самый наверное дешевый пяльца от гаммы пласт пластмассовые которые были у меня в запасе но они сюда для меня подошли просто идеально они очень легкие очень легкие и мне удобно держать их в руке и вышивать здесь большой у меня отрез основы вот я его подвернула на биндерах к сожалению не для меня создают тоже определенную тяжесть но вот по нескольку крестиков вечер можно сделать вышить 100 200 крестиков получить скажем так удовольствие от работы с равномерной основой и вот с такими красивыми ниточками они точке у меня здесь действительно просто превосходные по ключу идут ниточки анкор я и в принципе и купила все по ключу ну сейчас видите они у меня немножко уже разлохматились я же работаю с ними поэтому не товарный вид скажем но цветовая гамма посмотрите какая красивая и само качество конечно же великолепная анкор вот такие вот цвета снимаю вечером уже под искусственным освещением потому что у нас лето начался морской сезон и конечно же мы не теряем выходных которые у нас выпадают свободные в редкости мы ездим на море вот она вышивку съемку остаются вечера поэтому девочки извините если будет не очень хорошая цветопередача или какие-то блики так ключ ну тут ключ у меня тоже такой знаете ну ключ отки в принципе тут то все видно значки понятно а вот сама схема конечно же очень тяжелая для чтения я прям пробираюсь как как в лесу с этой схемы пробираюсь вот все у меня хранится в моей любимой папке моих любимых папках у меня их много и здесь у меня еще вот столько моточков ниточек анкорд не перемотанных посмотрите какие красивые цвета но тоже надо здесь же они будут принимать участие такие красивые ниточки очень красивые я постепенно перематываю когда приходит время вышивать тот или иной цвет посмотрю может есть у меня еще листы распечатанные попробую показать что меня ждет сверху вот этой лошадки будет идти вот такой маленький домик сюжет потом конюшня тоже с лошадками данный сэмплер это все про лошадок в деревне то есть жизнь лошадок в деревне так с другой стороны то есть это вот так будет совмещаться сверху лошадка перевозит урожай сено что-то такое плохо видно лошадка которая одиноко пасется в центре будет вот такая красивая белая лошадка так так внизу две лошадки на водопое и слева вот вот этого сюжета будет карта деревни где будут расписаны там разные домики ферма где пасутся лошадки где коровки в общем такой сюжет деревенский сэмплер с лошадками очень красивый мне очень понравился и в принципе вот вы видите что даже вот первые мои крестики как красиво получается без бэкстича без ничего уже видно уже видно что будет очень красиво как я говорила схемы у меня две вот одна у меня в таком варианте в черно-белом здесь очень такой жирный бэкстич вот здесь точно вообще ничего не видно что за этим бэкстичом находится а вот цветной более-менее понятно он более тоненький и здесь можно разобрать ну вот смотрите на белой лошадке как плохо видно да нужно прям сосредотачиваться ну сейчас на камеру я вам подвожу и она увеличивает и видно конечно хорошо а вот в реальности очень-очень меленько даже для сравнения у меня рядом лежит схема от панны и схема анкор видите почти в три раза мельче вот эта схема от панны ну ладно это потихонечку у меня будет вышиваться я не уделяю прям столько много времени этому процессу он идет у меня знаете вот нескольких дней потихонечку чтобы можно было отчитаться в группе вконтакте и мне нравится участвовать в совместных проектах потому что это вроде бы обязывает что нужно как-то отчитаться и даже если где-то забылся о каком-то дизайне о проекте а вот совместный проект он помогает организоваться хоть чуть-чуть вышить хоть немножечко вышить и отчитаться и постепенно месяц за месяцем работа будет расти ну вот видите я взялась за этот процесс у меня был вышит только человек и немножко вот травки а когда я взялась за этот процесс я вышла вот полностью травку все вот лошадка уже практически у меня появилась то есть первый сюжет цемплера у меня уже вот-вот скоро скоро будет так ну что все по этому процессу отдельного видео я не снимала буду вам показывать наверное в итогах за месяц потому что вышиваю я его совсем ну по чуть-чуть и вот в итогах за месяц я уже буду обобщенно показывать рассказывать что у меня здесь вышилось и как идет работа так с этим процессом все но у меня есть и еще процессы в этом месяце не переключайтесь еще один процесс этого месяца мне захотелось вернуться вот к этому наборчику фирмы ласка ну условно скажем так фирмы ласка потому что здесь были заменены полностью все составляющие основы и нитки и сохранилась только схема от этого набора потому что здесь была канва 14 каунта такая грубоватая ну и ниточки в принципе они неплохие но так как я уличила их в некотором отличии от дмс чтобы так сказать результат меня не разочаровал я решила все таки взять и подобрать полностью все ниточки дмс поключу и вышивать уже в свое удовольствие даже не думать и не переживать что что-то у меня там по цвету будет неправильно вот это дизайн я напомню фирмы ланарты дизайнером маржелин басти очень очень красивый дизайн здесь скрин из пм поэтому немножко пиксельно но в отшиве это смотрится настолько шикарно просто вам не передать словами я один раз нашла в интернете отшив этой работы и просто знаете он меня покорил к сожалению не успела я не скачать данные фотографии не как-то сохранить поэтому не смогу вам показать что как там было вот вышью и вам тогда уже покажу у себя на канале опять же этот процесс я начинала в апреле месяцев стартов начала сейчас вам покажу как я начала вот как я начала я наспех подготовилась померила канву все это у меня линда 27 каунт от свайгард был большой кусок я его отрезала по необходимому размеру все померила правильно и приступила к вышивке вот видите здесь у меня практически гнездо готово и тень много было отшито вот такой кусок и потом я стала смотреть по краю что у меня получалось так что это не самый крайний элемент есть еще более крайний и у меня получилось так чтобы доходил до самого края то есть работу нельзя было бы оформить правильно я думала что я неправильно замерила ошиблась и расстроилась но потом еще раз на калькуляторе основ я пересчитала посмотрела что правильно я отрезала на канву поэтому где-то другая ошибка и я высчитала что я просто неправильно начала не с того угла нужно было отступить 10 клеточек еще вправо и начинать и поэтому чтобы в тот момент не распускать все я оставила это на потом знаете распускание это такое такое дело очень скучное неприятное потому что ты вышивал вышивал а тут вдруг тебе нужно сидеть и твои же крестики над которыми ты так старался нужно их распускать вот поэтому я перевернула вышиваю с другой стороны сделала себе ниткой края очертила чтобы уже видеть где я нахожусь и потихонечку я вышиваю извините что показываю вам с пяльцами но не хочется снимать у меня здесь все рассчитано что я вышиваю да какие-то мои эти метки стоят поэтому не хочу я снимать пяльца в следующем отчете я обязательно сниму и все вам хорошо покажу значит что у меня здесь с этим процессом было вышито гнездышко я вам показывала в каком-то видео ну давайте я вам ставлю фотографию напомню с чего я начала вот и было у меня вышито так же вот как вы видели здесь тень какие-то лепесточки и приступила я к вазе вот на этом у меня процесс был в общем-то отложен и вот в какой-то момент я вспомнила что у меня есть такой хороший красивый красивый дизайн и я тоже о нем так давно мечтаю так хочу к нему вернуться но все вот вот все другие дизайны и решила я знаете что сделать я решила его сделать утренним процессом то есть он у меня стоит рядышком с журнальным столиком я утром когда пью кофе у меня есть часик полчасика и я беру просто вот одну ниточку две ниточки и вышиваю я решила пусть он у меня будет процессом вот так вот одной ниточки и потихонечку глядишь что-то да вышьется и мои надежды не оправдались вот в принципе вот эту вазу я вышила за месяц вот так потихонечку по одной ниточке потихонечку я уже кое-что и вышила мне осталось по схеме хочу сначала вышить вазу дошли вот здесь немножко вазу может быть и у меня получится вышить чтобы это было рядом на одном листе вот ягодки здесь земляничка наверное вот вы видите что я вышиваю вазу которая на которую падает тень здесь темная часть а с левой стороны будет более светлая часть вазы ну ваза она такая скромная без каких-то особых изысков самая большая красота это конечно же букет там разные цветы и розы полевые и бабочки и все что хотите и вот смотрите только сейчас вместе с вами заметила что на вазе это все-таки есть рисунок вот птичка здесь какие-то вот цветочки а рядом будет еще какой-то птенчик сидеть бабочка то есть тут тоже какая-то сюжетная линия у меня вырисовывается что могу сказать вышивать конечно на линде очень приятно очень комфортно все видно все классно я получаю огромное удовольствие от этого процесса посмотрите какие цветы шикарный букет вот такие у меня здесь новости продвижения покажу как организованы мои ниточки ниточки у меня все на бобинках это вот тот случай когда я не захотела делать на планшетках развешивать нитки потому что вышиваю вот так иногда по чуть-чуть и здесь у меня есть такая горница которую мне подарила Виктория Белевцова она раньше вела свой канал очень интересные видео у нее были но сейчас она забросила это дело не хочет снимать видео вот когда-то она мне присылала подарок и там была вот такая игольница где внутри есть магнитик по принципу помад от прим да игольниц вот таким образом я кладу сюда игольницу крышечкой конечно все это закрывается а когда остается в иголочке ниточка я просто ее паркую в бобинку и все нужно не повышивать я открываю коробочку беру бобиночку ниточку и все и вышиваю очень мне нравится этот процесс я рада что я вспомнила о нем и решилась вот на такой шаг да чтобы не не переключаться от моих подушек от панны не отрываться от процесса а все-таки попытаться их завершить махом и чтобы мне было интересно я могла что-то вышивать другое по одной ниточке по утрам я вышиваю также вот этот великолепный букет называется розы в голубой вазе вот ну что с этим процессом все перейдем к следующему процессу ну и еще одним процессом этого месяца стала моя миробилия моя первая миробилия это блуминг-брайт невеста очень красивый интересный и скажу я вам непростой дизайн кстати я посмотрела видео Люды кросс-тищу из Люды где она говорила что стартует второй сезон совместного проекта по миробилиям и я хочу вступить в компанию к девочкам вместе всегда веселей и как я уже говорила когда есть какой-то совместный проект какой-то повод для отчетов то проекты они не забываются вроде бы ты участвуешь ты обязан и хоть по чуть-чуть как-то будешь что-то двигаться принимайте меня с данным процессом буду показывать тоже свои продвижения и что мне и как так что я хочу сказать по моим первым начинанием ну организацию все я вам показывала вот сделала копию схемы и сделала первые мои крестики сделала мои первые крестики а знаете здесь у меня все не так то просто то и пошло во первых я сначала одела на кюснапы на кюснапах мне было очень тяжело держать это в руках потом я переодела на вот такие круглые деревянные пяльца стало получше поудобнее конечно здесь еще очень большой запас основы и все это утяжеляет работу но тем не менее я как бы приловчилась здесь темная основа и очень мелкий каунт по-моему это 32 и вечером я пыталась что-то вышивать абсолютно не могу я высчитать вот эти крестики эти переплетения я подставляла свет и снизу и сбоку и со всех сторон путаюсь есть ниточка тоньше есть ниточка потолще и посчитать вот ровно не получилось я попробовала утром утром более-менее что-то можно увидеть с хорошим солнышком вот по чуть-чуть держа в руках под носом и я что-то здесь уже вышила когда есть уже какие-то крестики и идет на слоение сверху уже легче считать уже как бы рука она сама находит то место где нужно сделать прокол а вот когда с нуля начинаешь делаешь первый ряд вот здесь конечно нужно очень-очень внимательно вышивать и вот низ юбки как я и говорил и показывала да он не простой потому что начинаются с темных оттенков и с большого смешения цветов видите здесь разные какие-то цветочки какие-то полосочки вот у меня центр вот где-то вот здесь вот я вот в этой точке здесь пока толкаюсь и то что получается вот постараюсь показать вам поближе да сейчас отсвечивает вот так вот первые крестики конечно красиво конечно все здорово получается но очень медленно и кропотливо схема тоже здесь не простая сама схема она простая очень четко и понятная но используется много черных крупных значков которые в общей массе сливаются и есть значки похожие вот когда смотришь на вот такую массу черных каких-то значков глаза в принципе тоже начинают уставать вот у панны там тоже все черные значки да черно-белая схема но они настолько подобраны аккуратно что они друг с другом как бы не конкурируют они очень четко видны и хорошо отличимы а здесь вот такое какое-то месиво да что нужно быть на чеку чтобы не перепутать какой-то значок в общем схемка такая двойственная вроде бы и не сложная но как бы она так создана что глаз да глаз так и в общем то процесс у меня идет как видите сначала идет медленно но я ищу способы я поняла за свое время вышивки да что в принципе нет каких-то там супер сложных схем дизайнов нужно просто найти подход каждому дизайну вот мне нужно найти подход к данной основе каким-то образом мне нужно к ней приспособиться чтобы быстренько и аккуратненько и правильно высчитывать эти все крестики вот как я вышивала моего зайца от ланцвит на темно-синей основе тоже вначале мне было так тяжело я не могла подступиться к этому процессу а в конце я так привыкла что я просто на ощупь находила эти крестики дырочки и вышивала чуть ли не закрытыми глазами вот я думаю что и здесь мне нужно найти какой-то подход и все будет у меня хорошо вот такое у меня начало пока конечно еще мало вышито но я надеюсь что в следующем месяце мне удастся показать вам уже такие более хорошие продвижения не знаю буду ли я снимать отдельные отчеты но итоговые за месяц точно-точно буду вам показывать это все по миробилии вот такие у меня итоги за июнь месяц у меня есть готовая работа у меня началось два процесса один очень хорошо продвинулся это моя подушка огонь и немножко стартовала миробилия также я взяла в работу два стареньких процесса которые я тоже потихонечку начала продвигать и в общем-то я своими результатами за этот месяц очень довольна я когда снимала видеоотчет за май месяц мне казалось что в июне у меня будет мало времени и я не смогу снимать и много видео и результатов у меня будет мало но так как-то сложилось я даже не знаю как оно получилось с собой получилось что в июне месяце и два видео в неделю выходило и посмотрите сколько много у меня всего повышивалось и поначиналось и закончилось то есть очень очень хорошие результаты получились в этом месяце у нас вообще летом работаем становится меньше и наверное поэтому как-то побольше времени появляется у меня собака заболела у нее что-то с дыханием какое-то аллергическое дали таблетки антибиотики но она вот ходит бедненькая так дышать тяжело извиняюсь за отступление ну в общем то такие мои итоги за июнь месяц очень я ими довольна надеюсь и вам было интересно посмотреть на мои продвижения что у меня да как оставайтесь на канале я буду стараться почаще тоже выкладывать видео хотя тут загадывать нельзя думаешь одно получается другое ну ладно будем стараться и все что у меня будет получаться буду вам показывать желаю вам хорошего настроения ну и до новых встреч пока пока заболел собачка заболел плохо дышит да зевс да зевс лосик болит таблетку дали там мой хороший зевс покажись нам покажем свои глазки не хочешь стесняется все животные стесняются показываться в камеру да так хочешь чтобы тебя гладили а сниматься не хочешь да модель моя не хочет нет все пальцы Субтитры сделал DimaTorzok